Шалом, дорогие друзья, шалом, хаверим, мы на канале Рэбби Иляу Коцар, и сегодня мы с вами будем изучать Тару по обыкновению своему, да, и остаемся в главах книж по тем, и сегодня мы попробуем установить разницу между христианским покаянием или тем покаянием, которым учат в христианских общинах и тем покаянием, который, ну, как и так Бог видит, и тем покаянием, который Бог предложил для своего народа. Есть принципиальная разница в этом, и сегодня мы увидим это, и я постараюсь вам показать. Почему? Потому что я считаю, что это очень важный вопрос, который на протяжении двух тысяч лет пытались в разные времена, разные люди максимально упростить, а в последнее время это дошло уже до того, что, ну, произнеси и повтори за мной молитву покаяния. Господи, прости меня за все, я принимаю Тебя как своего Спасителя, и прости мне все мои грехи, аминь. И вот, ты повторил эти слова, все, все грехи тебе прощены и, естественно, забыты, и ты можешь смело уже дальше идти и грешить. Потому что, потом, в следующий раз опять ты можешь произнести те же слова, и все опять будет хорошо. Друзья, ну, я считаю, что вообще покаяние это отправная точка для любого человека, и, ну, неясность в этом вопросе может иметь катастрофические последствия для многих из нас, и поэтому этот вопрос стоит, ну, вывести во свет, дабы не было в нем тьмы. Ну, а прежде всего, благодарю, как обычно, всех друзей, которые поддерживают канал и помогают ему развиваться, подписываясь на него, комментируя, ставя лайки, дизлайки, в общем, проявляя активность на канале. И, скажу, ну, честно, меня удивляет еще один вопрос такой, я сейчас поделюсь с вами. Где-то урока три или четыре назад я так, ну, сильно, ну, не то, что возмущался, а позволил себе такое лирическое отступление, сказать, что людей смотрят много, но подписываются очень мало, комментируют очень мало, лайки ставят то же самое. И, друзья, это возымело какое-то действие, потому что началось движение на канале, и я обрадовался, ну, всегда приятно, и там отвечал на вопросы. И, ну, два или три урока я об этом просто говорю. Друзья, спасибо за поддержку. И опять та же самая картина, то же самое. И, ну, я, я вот честно говорю, ну, как, ну, ну, вы же действительно, я, ну, я не понимаю этого, честно, потому что я же прошу о помощи, я говорю уже там не о финансовой помощи, не о духовной поддержке. Я прошу просто помогите развивать канал. Ну, если для вас это насколько так трудно сделать, я не, ну, тогда что легко можно делать? Ну, что легче? Я же не требую от вас учений, там, не требую какого-то особенной благодарности или особенного этого. Просто не надо эти лайки, если бы канал не поднимался благодаря им. Если бы благодаря комментариям и подписчикам канал не шел вверх, не набирал вес и, ну, от этого зависит, сколько людей увидят и услышат истину Туры в свете Машеха. Потому что мы занимаем эту позицию, которая и не христианская, и не ортодоксальная. А то, и альтернативное мнение, которое мы высвечиваем, это сторона, которая, она очень мало, ну, о ней говорится. Ну, то есть подается отсюда, с этой стороны, очень мало информации. То есть им очень мало людей, я знаю, могу на пальцах их сосчитать, которые в подобном стиле освещают Тору. Друзья, пожалуйста, прошу вас, будьте активнее, будьте как-то, я не знаю, ну, хоть, ну, человечнее в отношении. Ну, ведь для вас это ничего не значит, для меня это исполнение воли Божьей. Потому что чем больше людей будет смотреть, тем больше, лучше работа Божья будет делаться и качественней. И, естественно, что все люди, которые помогают это делать, для меня, ну, отменяя благодарность, мы молимся об этих людях и просим, чтобы Бог помогал им, сопутствовал во всех их делах и во всех их начинаниях. Ну, вот такая опять тирада, не знаю, она увенчается, я бы, конечно, для меня было бы проще об этом всем не говорить, а сразу начинать урок. Но, понимаете, если я не буду говорить, все-таки останется, как есть, и мы будем плавать где-то в самом низу. Вот тут, ну, каналы, которые там проповедуют, что попало в какую-то билиберду мирские. И, получается, мирские люди, которые к вере не имеют никакого отношения, они более дружные, ну, дружные, более сплоченные и более, ну, открыты друг другу помогать и поддерживать. Поэтому там и по 300 тысяч подписчиков, поэтому там и куча комментариев, и куча лайков, и всего остального, и их каналы, просто ты открываешь YouTube, они выскакивают, хотя тебе эта информация не нужна, она выскакивает. А каналы, которые развивают духовность, которые несут для людей свет, просвещение во многих вопросах, они из-за нашей вот такой, ну, я не знаю, это или болезнь верующих, или вот такого отношения, оно, ну, очень трудно и тяжело. Тем более, не вкладывая в это деньги, не вкладывая в развитие, ну, потому что их, ну, нет на данный момент, откуда взять, вы знаете то состояние и то положение вещей, в котором мы находимся и пребываем. Так что, ну, прошу опять, пожалуйста, проявляйте активность, делитесь информацией в соцсетях и, ну, доблагословить всех верных и всех людей, которые открыты для помощи друг другу. Ну, ну, ведь все, что делаю, я это делаю для вас, это делается для того, чтобы людям легче жилось, потому что, когда ты знаешь, ты вооружен, и ты вследствие этого, ты, ну, вооружен, предупрежден, значит вооружен. Тебе легче будет отбивать атаки или стоять в духовном мире, проходя испытания и проходя все те трудности, которые выпадают на нашем пути. Мишпати мы вчера начали говорить о ней, да, и я сказал, я уже говорил, но еще повторюсь, что и удивительно, но оказывается, начало в главе Бог ставит не себя на первое место и служение Ему, а взаимоотношениям в человеческом обществе. Я говорил, что древнееврейская мудрость, она гласит, отношения между людьми предшествуют тарету и сучению. И если такие отношения неправильно выстроены, то истина не будет открываться, а, ну, ты будешь или в заблуждениях каких-то пребывать, или же, ну, просто будешь читать как художественную книгу, пока она тебе не надоест и станет неинтересно, и ты опять не захочешь что-то где-то по-другому жить или в другом источник своих пониманий искать. Поэтому, друзья, чтобы этого не было, нам надо наладить в первую очередь отношения в семьях своих, в домах. Это первейшее, потому что все наши служения, они начинаются с наших взаимоотношений с близкими людьми, но также стараться иметь добрые отношения ко всем людям. То есть, вспомнить, что весь мир, ну, то есть все люди, которые не находятся на этом пути, они смотрят на нас, и даже если нам кажется, что за нами никто не наблюдает, и никто не видит, и никому мы не интересны, поверьте мне, все интересно, и духовный мир очень чутко реагирует на каждое наше неправильное движение, или правильное. Поэтому нам надо учиться, и хотел бы вот перед тем, как дальше продолжим мы маленькую притчу рассказать, о том, что, ну, учиться, это сейчас поняли даже люди, которые, так сказать, они, ну, к духовным вещам, они не имеют никакого отношения. Раньше, как у нас было, ну, у нас учили, ты закончил школу, закончил институт, и все, ты уже ученый, и ты можешь других учить, и можешь уже дальше работать, и никто не думал о том, что надо учиться, дальше развиваться. Обычно какой-то предел был, институт, все, дальше не надо. Но сегодня много людей поняли, что все так движется быстро, и все так, и этот мир постоянно прогрессирует, и учиться, это люди мирские, которые, я же говорю, что, ну, к духовным вещам они как-то не сильно имеют отношение, и вот они пришли к заключению, что надо учиться постоянно. И, знаете, глядя на них, это, ну, я удивляюсь, потому что многие верующие, достигнув какого-то понимания или откровения, все, дальше они останавливаются, и мне этого хватит, и все, зачем больше. Но если мы не растем, значит, мы деградируем. Это третьей позиции нету в этом вопросе. Поэтому учиться нам надо всегда. И это притча, которую я сейчас расскажу, ну, маленькая, я коротко не буду сильно раздувать. Так вот, это притча о еврее, который имел еврейский календарь у себя в доме, и он знал, когда Рошходыш начинается, то есть, когда Новомесяще, когда какие-то праздники еврейские, и среди того круга людей, которые его окружали, и которые не имели такой возможности или колонны календаря, он выглядел очень умным, и все к нему шли за советом, и через какое-то время его начали называть раввином. И вот, когда он поехал в большой город, и там он пошел в Синогову в шаббат послушать, или, допустим, мне в шаббаты послушать там Тору, и попал на урок, и на урок изучали Тору. И когда он там посидел, и он понял, что он ничего не понимает, с того, что ему говорили, ну, что говорил раввин, он понял, что он никакой не раввин. И, ну, всегда так бывает, что мы можем быть умными в своих глазах, или нам могут говорить определенный круг людей очень узких, которые нас окружают, что мы очень умные, и что ты, ох, ты сколько всего знаешь, но есть те, которые знают гораздо больше, и есть, ну, предел познаний, и знаний о его нету. Поэтому надо учиться всегда, и надо стараться, ну, развиваться в том деле, в котором ты, ну, Бог тебя призвал. И человеческие взаимоотношения, они регулируются законами Торы. Но, к сожалению, на данный момент есть, ну, Тору отодвинули на задний план даже те, кто как бы должен был свято и преданно представлять ее и отстаивать ее позиции. То есть, современный Израиль имеет законы человеческие, и по этим законам человеческим и живет. Вот тем самым упразднив законы Божьи. Ну, и из-за этого, ну, земля покрывается скверной, из-за того, что народ, который Бог избрал для того, чтобы он представлял его на этой земле, не осуществляет ту функцию, которую он должен был осуществлять. И я уже говорил, ну, ничем не лучшее обстоятельство, ну, все выглядит в тех общинах, которые называют себя последователями Ишуа Машеха. Не во всех, я знаю, и в определенный круг людей, которые стараются развиваться, ну, в основе своей вот так выглядит. И в чем же разница между тем, что сказал Бог, и тем, что делают люди? Так вот, я уже говорил о покаянии, которые сейчас. Раньше это были индулигенции, которые продавались за деньги, и ты мог за убийство купить, заплатить там 300 золотых, или 10 золотых таллеров, или там рублей, или еще чего-то, за какой-то другой грех, там, любодейство, то есть сколько ты там будешь заплатить, и все, и этот грех тебе прощен. Ну, а сегодня это выглядит вот так, как я сказал. И когда вопрос задаешь, что такое покаяние, ну, обычно начинают говорить, это метаноя, ну, какие-то такие умные слова, знаете. А что такое метаноя? Ну, это переворот твоего сознания, и куда же оно разворачивается? Вопрос в следующем. Ну, вот, кто крал, прежде не кради. Это понятно. Но, значит, покаяние в человеческом понимании, это все просто. Ты сказал Богу, Господи, прости, и все. И ты прощен. Но не так это выглядит в Торе, и в том учении, которое Бог предлагает своему народу. Ну, к примеру, при нанесении увечья человеку компенсация за ущерб за счет ударившего. То есть, если ты человека покалечил, ты должен его вылечить. И здесь как, Господи, прости, ну, вообще не проходит. Потому что ты, да, ты можешь сказать, Господи, прости, но этого очень-очень мало. Надо еще сделать дело определенное. Все чаще и чаще я встречаю этих умников, которые говорят, нам надо верить, мы же не по делам спасаемся. А почем же вы спасаетесь? По вере. Так вера без дел мертва, потому что и бесы веруют, и какое отличие твоя вера имеет от бесовской веры, которые верят и делают все, как им угодно и как им хочется. Ну, в чем разница? Ни в чем. Поэтому вера, она имеет дела. И если мы верим, то и дела, соответственно, будем делать. Если хозяин, к примеру, нанес увечья своему рабу-нееврею, то последний выходит на волю, то есть ты должен его отпустить. Ну, запрещено также открывать яму в месте, которая принадлежит всем. Ну, например, на улице. Потому что, ну, чтобы кто-то не смог, ну, идеально не упал в эту яму. Закраженная плата со стороны пойманного вора. И есть в Туре более обширный момент, когда за кражу написано, тот, кто украл, он в первую очередь, что он должен сделать? И он должен не идти к священнику, и я каюсь, помолись за меня. Нет, последовательность должна быть совершенно иная. Вот человек прежде всего должен был примириться, то есть найти прощение у того, перед кем он, у кого он совершил эту кражу. И если этот человек его прощает, он должен был, если он украл у него 100 рублей, отдать 200, если 1000, 2000. То есть вдвойне. А потом уже идти к священнику, приносить жертву, и жертва, принятая Богом, тогда священник решал, будет он молиться о прощении ему грехов или нет. Вот такая выстроенная цепочка. И здесь мы понимаем, что здесь как-то все как бы и наоборот. Человек, который говорит, прости Господи, но при этом остаются люди, которые обижаются на него, которые пострадали из-за него. И человек, ну, подобное покаяние, я скажу больше, оно развращает людей. Потому что все, что просто дается, оно потом просто и теряется. Ну и что еще раз украду? Опять приду и попрошу прощения. Друзья, в свое время мы занимались репцентрами женскими, мужскими, и я насмотрелся там очень много историй. И вот был определенный тип людей у нас, контингент такой, которых называли генералами репцентров. Потому что они уже объездили все репцентры, которые есть на Украине, и за Украиной, и везде. И везде они каялись, и везде они просили прощения, но посидев там три месяца, поедав, отдохнул, как в лагере пионерском, они выходили, делали опять разные гадости, и когда видели, что сейчас Филимелиса их уже настигала, или те люди, которым они делали, уже начинали их там ловить, они опять прятались в репцентр, там говорили, Господи, прости, и опять отъедались, отцепались, все, община на них работала, и эти люди опять шли и возвращались на свои пути. И тогда еще я видел, что, ну, сам-то замысел был хороший, и я скажу, что некоторым людям это помогало, действительно, но большинство людей, тех, которых я знаю, которые по сей день нормальные семьи, нормальные отношения у них, они нормальные верующие, не фанатики, но верующие, вот, ну, тем людям, по большому счету, и не надо было репцентр, и для них, ну, они, да, они их привезли туда, потому что слышали об этом, но после того, как они совершали покаяние, их жизнь сразу менялась, и более того, я вам скажу еще, когда я этого не понимал, о том, что сейчас я говорю, я замечал, что те люди, которые искренне покаялись, они пытались как-то исправить те свои жизненные ошибки, которые они делали до этого, а те, которые вот, вот так для них все просто, они даже не заморачивались, что там кто-то обижается, что кто-то имеет там, ну, непрощение по отношению к ним, им это даже неинтересно было, и вот, как раз вот таких людей, и плодит вот это покаяние, которое произнеси молитву покаяния, и ты все, и ты спасенный, ничего подобного не происходит, это ложь, не спасаешься ты от своего языка, а спасаешься ты от спасения, это вообще такой вопрос, который, ну, очень непростой, и к обсуждению, но, больше того, вот эта формальность, которую произносят, она не меняет ничего в жизни человеческой, потому что, если ты вот таким образом исправишь свое воровство, вернув в два раза, врага, вот это стыд и позор, потому что кража, это же завладение чужим имуществом, ну, тайное завладение, ну, человек может и не знать, кто у него украл, а тебе надо прийти, показаться, раскрыться, и это стыд-позор, и естественно, что второй раз, захочешь ли ты приходить опять на этот, ну, в этот идти в стыд-позор, ну, я думаю, что ты десять раз задумаешься, если все будет сделано правильно, а если вот так тяп-ляп, то и естественно, что и второй, и третий раз, и четвертый, а что тут такое, ну, и крабло, а потом скажу, господи, прости, да и все, вот так учат, и я считаю, что это учение ложное, и оно ведет к очень пагубным последствиям, которые многие люди, ну, попали под эту пагубу, и обольщение, в результате этого, и больше этого покаяния, это дар, это действительно просвещение разума, это как темная комната, в которой ты блуждаешь, и думаешь, что ты вот-вот возле выхода, а когда включается свет, ты видишь, что выход совсем в другой стороне находится, вот, ну, вот мы понимаем, что такое покаяние, но всегда надо помнить, что в Торе, то есть учению, предшествует отношение с людьми, и здесь ты можешь обмануть людей, но ведь Бога ты не отманешь никак, и Тора никогда не откроется, то есть ты будешь, будешь человеком беззаконным всю жизнь свою, потому что Тора, закон, учение, это одно и то же, это все взаимосвязанные понимания, и еще в этой главе хочу обратить ваше внимание на один интересный момент, потому что, ну, для меня он, кстати, открылся этот раз, когда я читал, межпотем, готовясь к уроку, и я объясню сейчас, что, что я понял, это вот сегодняшнее понимание, это не вчера, и так там написано, от неправды, ну, не криви судом, да, даже, ну, не потворству и нищему, в его тяжбе, суди нелицеприятно, и заканчивается словами, от неправды, держись подальше, то есть, все мы понимаем, что, ну, неправду, там тоже говорится, за большинством, не следуй на зло, тоже интересные слова, задуматься надо, если большинство делает беззаконие, то, что, и методом можно, ну, вот, где-то вот так, держи, ну, вот эти слова, от неправды, держись подальше, почему-то я думал, что, ну, достаточно тебе самому не делать неправду, и все нормально будет, ну, здесь написано, от неправды, держись подальше, не просто не делай ее, а, от тех людей, которые делают неправду, держись подальше, пообъясню, что я понял, когда мы переехали в Закарпатье, и после, ну, я учил по церквям, и, ну, в большинстве, ну, я приблизительно понимал, в каком состоянии они находятся, и, ну, более ранних, в раннем периоде своей жизни, я заезжал в церковь, пообщавшись с пастырем, я видел, вот, что там приблизительно можно говорить, что нельзя, и проповедовал ту тему, которая всех устраивала, все там болевого, чудо, аплодировали, и все, но когда мне Бог начал открываться, ну, Творец, и когда Он начал, ну, открываться мне, как, ну, посредством Торы, и свет Торы начал просвещать мой разум, в один момент, я помню, я проповедовал в одной харизматической общине, где, ну, конечно, законы, ну, практически по разной территории находились, и там дошло дело до того, что один человек, ну, скачил, он так возмущался, и из-за того, что я говорил, что надо исполнять заповеди Божьи, он скачил, и чуть ли не драться бросился, он бы, может быть, бросился, если бы я чуть поменьше комплекции был, ну, и легче со мной было бы справиться, вот, и после этого, я когда молился, Бог запретил мне больше попроведить, следовать по обещинам, после того, ну, христианским, которые нарушают закон, которые заведомо, я знаю, идут, ну, обманывают, почему, потому что, когда я читаю Евангелие, и я читаю первое послание Иоанна, да, соборное, вторую главу, и там написано, кто не соблюдает, кто говорит, что познал его, имеется в виду Бог, но заповеди его не соблюдают, Иоанн говорит, тут лжецы, нет в нем истины, и он говорит, я не говорю вам о новых заповедях, я говорю вам о заповеди, древние, преданные вам от начала, то есть говорится о законе, да, ну, закон заповеди, и, то есть, эти люди лгут, они говорят, что они знают Бога, но у них нет документа, подтверждающего это, потому что и документа, подтверждающего это, и жизнь по заповедям, а они нарушают, от первой до десятой, все нарушается, и естественно, что от таких людей, и Бог мне запретил там проповедовать, для меня это было, так бы, не сильно удобно на тот момент, почему, потому что, когда я ездил по церквям, да, и, ну, проповеду, ну, все хотят послушать евреи, о еврействе, все знают, что там глубина заложена, что это не будет очередная проповедь, так ни о чем, туда-сюда, ну, будет какие-то, мясо какое-то будет подаваться, и, естественно, что когда знают, что евреи, евреи мессианские, там, тем более раввин, то все стараются пригласить, а приглашая, они там, ну, дают деньги, благословляют, как это называется, и потерять еще один, ну, как бы, стычу своего дохода, оно никогда не приятно, тем более, что ты же влажаешь в это, ну, свою жизнь, и день, и должен, трудящийся написано, достоин пропитания, ты трудишься, и тебе не платят, то есть, не благословляют с пустого места, потому что ты вот такой красивый, ну, за твои знания, за твое познание, я так понимал, но Бог сказал, ты больше не будешь по таким общинам учить и проповедовать, и с того момента один раз меня, ну, обманным путем затащили, и выпихнули за кафедру, но потом они очень сильно пожалели, почему, потому что проповедовал я как раз против всех вот этих обманов, и всех вот этих, и епископатов, и пастыря, которые на сцене сидели, они пыхтели, там кряхтели, головы опускали, а люди после этого учения, ну, разрывали, поехали к нам домой, и там к одному мы поехали, и там пол церкви собралось, а другие ждут, в другом, когда звонят мне, когда к нам в гости, мы уже тут стол накрыли, то есть, людей это очень сильно заинтересовало, но не пастырей, пастыря после этого больше меня не приглашали туда, ну, и слава Богу, я им и говорил, что я не хочу ехать, но они мне сказали, там будет просто общение, вот так, как было сужение, больше я, после этого я не это, и сколько меня раз не просили, или приглашали, я узнавал, в чем они движутся, я говорил, нет, я не поеду, я не хочу, и, ну, я не хочу идти против Бога, я говорил конкретно, мне Бог запретил, но понимать я, того, что я делал, не понимал, ну, почему так, ну, я же могу, и более так, как бы, в мягкой форме, все эти, ну, то есть, направления задавать, а почему тогда нет, ну, для меня это было непонятно, и некоторое время, плоть бунтовала против этого, то это было одно из обрезаний, и, когда, когда я, ну, когда уже, я к этому, ну, пришло время, когда я начал к этому свободно относиться, все, ну, так-то так, ну, я думаю, что ты все равно меня не оставишь, и не покинешь, ну, Бог знает, что он делает, и сегодня, я беру, готовлюсь к уроку, и я читаю, держись от неправды, держись подальше, митцвод, то есть, это одна из заповедей, помните, я говорил в предыдущем уроке, нас и в нишмат, то есть, вот это, не в предыдущем, а через урок, об этом фундаментальном положении, будем делать, а потом поймем, я говорил, это один из переводов, что мы сначала исполняем, мы не понимаем, но когда мы, ну, все равно делаем, потому что так Бог сказал, значит, надо делать, и впоследствии мы начинаем понимать, и сегодня, вот это, когда я читал, я раз, и как прозрел, оказывается, не просто, ну, неправды не делать, а держись подальше, от неправды, потому что, это такая штука, которая очень легко, может затянуть, увлечь, и поставить на путь, нечестивых, и сегодня я говорю, слава Богу, спасибо Боже, что ты так сделал, и так утвердил, и знаете, друзья, что я вам скажу, вот это моя позиция, да, хоть, ну, никто, первый раз я делюсь теми переживаниями, которые были у меня, но вот это моя позиция твердая, которую я занял, я сказал, нет, больше мне с вами не по пути, и больше я в этом сообщаться не буду, она, ну, вот даже тем людям, которые были укоренены в этом, все их вот этих обманах, и они спорили и доказывали мне одно время, но после того, как я перестал спорить и доказывать, я смотрю, что люди потихоньку, ну, я думал, что они и не вспоминают обо мне, а смотрю, раз, раз, и у них потихоньку появляются вопросы, звонят, пишут, разговаривают, те, кто знали меня раньше, и те, кто осуждали, что я вот такую позицию занял, и я понял, что вот, вот как оно, а ведь я их уже больше не переубеждал никогда, просто они знали о моей позиции, и сегодня они обращаются, и а вот это как, доходило до того, что люди приезжали ночью к нам, чтобы никто не увидел, и не сказал пастырям, что они у нас были в гостях, и такое было, серьезно, потому что те, там, ну, из-за того, что, ну, кому приятно, когда говорят лжец, ну, я же не с человеком и воюю, и я не против людей, и не против пастырей, это честно, я всех, к ним ровно отношусь, с любовью, но, я воюю против лжи, и против вот этого обмана, и против этой системы, Вавилона, вот в чем наша война, и вот где наш фронт, и где проходит передовая, естественно, что, ну, не просто стоять, и не просто быть, в меньшинстве, долгое время, но, прекрасно, с позиции этой, пусть ты в меньшинстве, но ты с Богом, и ты знаешь точно, и ты видишь его руку в своей жизни, вот самое ценное, наверное, что может быть в этой жизни, а трудности, да, не трудности, что у тех есть, что у этих, что у нас есть, что у других людей есть, у всех трудности есть, и у всех приходится проходить, через трудности, но ты знаешь, куда ты идешь, ты ходишь, идешь во свете, и ты не спотыкаешься, как, не зная, куда идешь, а, ну, люди, которые выбрали другую сторону, и, ну, нарушая законы Божьи, идут против Бога, ну, пусть будут готовы туда, услышать, отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас, и, ну, вот, вот, так закончится для кого-то жизнь, но, я верю, что мы не будем в числе этих людей, и я вас хочу ободрить, не останавливайтесь, не следуйте за большинством на зло, большинство это не всегда правда, иногда можно остаться самому, но если ты твердо, ты стоишь в том, что тебе открыл Господь, ты рано или поздно, ты увидишь свет, и ты рано или поздно, ты увидишь триумф, и торжество, и победу Божью в своей жизни, и вот такое слово, с которым хотелось с вами поделиться, спасибо всем, кто слушает, благословляю вас всех, пусть все у вас в жизни будет хорошо, но самое главное, друзья, пусть истина торжествует в ваших жизнях, в ваших домах, в ваших семьях, и пусть никогда мы не увлечемся большинством на зло, стойте в истине, и от неправды держитесь подальше, всем благословений, до новых встреч, шалом, 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 будем жить, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok